Новый способ жить — вот как мы должны прожить нашу жизнь. Но иногда в церквях мы, пытаясь сделать что-то хорошее, отклоняемся от истинного христианства. Это четвертая часть нашей серии программ. Если вам не удалось посмотреть предыдущие три части, вы можете загрузить наши приложения и посмотреть их или посмотреть их на нашем сайте, потому что это очень важная программа. Они смогут изменить вашу жизнь. Я уже много лет являюсь христианином и знаю, что если Бог начинает вам что-то являть, он не остановится, пока не вернет вас на путь истины. Послушайте, сразу несколько людей написали мне и даже рассказали мне лично о том, что Господь сказал им. Мой путь — это ваш путь. Это и есть истинный путь. Я хочу попросить вас обязательно посмотреть эти программы. В первой части мы говорили о добром Самаринине. Мы говорили о том, что он был не просто Самаринином, а добрым, ведь он остановился и помог. И поскольку он остановился и помог, он прославился как добрый, в то время как религиозные люди прошли мимо. Бог хочет сказать нам, что когда на нашем пути происходят такие встречи, не обязательно, что мы идем рядом с этими людьми, возможно, они только встретились нам на пути, но мы все равно должны быть добрыми христианами. Я не хочу быть просто христианином. Я хочу быть добрым христианином. Мы должны остановиться и помочь этим людям. Вот что Иисус называет любовью к ближнему. Это и есть истинное христианство. Если вы это сделаете, то все у вас получится. Это и есть истинная любовь к ближнему. А во второй части мы говорили о том, что помощь может быть нужна не только тем, кто случайно встретился нам на пути, но и тем, кто идет этот путь с нами. Иногда мы так заняты спасением других, ездим за моря, но, возможно, людям с нашей работой или каким-нибудь нашим бедным знакомым тоже нужна помощь. Если мы посмотрим вокруг, возможно, обнаружим, что помощь нужна и окружающим. Мы не можем просто бросить их. Мы не можем бросить друг друга. Мы должны быть уверены, что помогаем не только тем, кто встречается нам на пути, но и друг другу. Мне рассказали очень много историй о том, как люди помогали друг другу через Слово Божие, которое явилось у нас в сердцах. Я увидел, какое пробуждение произошло в нашей церкви. Люди служили друг другу. Люди помогали друг другу. Несколько людей рассказали мне похожие истории. Вы знаете, что на морозе иногда лопаются трубы? У меня такое было, и я еще не починил эту трубу до конца. Так вот, эти люди рассказали мне о том, как у них лопнула труба, и к ним пришли на помощь те, кто ходит с ними в церковь. Мое сердце просто подпрыгнуло от радости, когда я узнал, что мои послания доходят до вас. Люди рассказывали мне о том, что остановились на пути, чтобы кому-то помочь. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Пастор Джоуи прочитал вам отличную проповедь. Он донес до нас великолепные славы. Он просто замечательный молодой человек. Бог часто передает нам через него свои послания. Это была просто отличная работа. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас поаплодировали пастору Джоуи. Сегодня я тоже расскажу вам очень важные слова. Иногда вы снова и снова что-то слышите, но это не кажется вам важным. Поднимите руки, у кого такое когда-нибудь было. Помните слова из «Екклесиаста», где Соломон писал о вбитых гвоздях? Это также важно. Как-то я говорил вам о том, чтобы вы научились останавливаться. Помню, как я общался с одним менонитом. Я был тогда в Алабаме и говорил с менонитом. Это очень хороший человек. Не путайте менонитов и амишей. Амиши когда-то отделились от них и живут в своей общине. Менониты же истинно служат Богу. Мне посчастливилось с ними сотрудничать. Когда случаются ураганы, наводнения и прочие стихийные бедствия, менониты всегда приходят на помощь. Они истинно служат Богу. Когда они приезжают, я говорю про себя, слава Богу, они приехали. Вы знаете, что они часто отращивают бороды, а еще они всегда приходят на помощь. Как-то я был в Алабаме и общался с одним из них. У менонитов есть машины, у них есть телефоны, есть интернет, у них есть все современные вещи, но они живут проще, чем мы. Во время нашего разговора я как раз затронул эту тему. Спросил, скажите мне, почему вы живете проще, чем мы? И он ответил, просто мы дошли до такой точки, когда этого достаточно. Кто из вас доходил до такого состояния, когда вам было всего достаточно? Мы постоянно хотим большего. Это чувство подобно костру. Если мы подкинем в него полено, он станет еще больше. И вам хочется снова подкидывать в него полено, но должна быть точка достаточности. Он сказал, мы достигли такой точки, когда нам всего стало достаточно. И кроме того, мы поняли, что у нас есть еще много времени. Он сказал, когда у вас слишком много всего, вы заняты тем, чтобы всем этим распоряжаться. Вы становитесь настоящими эгоистами. Услышав это, я подумал, ничего себе, какие умные вещи он говорит. Бог может обратиться к каждому из вас. Например, сейчас он обращается к вам через одного старого пня. Такого старого бородатого пня. Я подумал тогда, ух ты, ничего себе. Ведь правда, если мы слишком заняты собой, а рядом есть нуждающиеся люди, то мы не сможем им помочь. Мы должны быть готовы всегда приходить на помощь. Я подумал тогда, вот это да. Нужно любить и действовать. Того человека из Алабамы звали Джон. Мы приехали туда на помощь. Маг тоже был с нами. Мы помогали людям спасти коров. Мы помогли в том числе и мистеру Джону. Там случился ураган. Был даже торнадо. Мы помогали мистеру Джону. У него было 700 акров земли. Он был фермером. Мы спасали его имущество и служили Богу. Мне кажется, с нами был Авраам. Он поехал с нами туда, мы помогли Джону, и он спасся. И посвятил свою жизнь Иисусу. Он стал служить Богу, стал ходить в церковь, поступил в колледж Криса Ходжеса и закончил его. За ним потянулась вся его семья. Теперь все они служат Богу. Теперь, когда мы приезжаем в Алабаму, он проводит для нас службу, и я там проповедую. Он каждый день пишет посвящение и рассылает его по всей общине. И все это потому, что у нас нашлось время приехать к нему и помочь. Так при чем же здесь Меннониты? Как-то у Джона случился удар. Из-за этого он не мог залезть в свой трактор, не мог работать. И вот он оказался просто в ужасном положении. Послушайте, сам Джон не был Меннонитом. По какой-то причине мы тоже отдалились от них. Но, насколько я помню, в Библии сказано, что все мы братья и сестры. Меннониты мне такие же братья, как и вы. А вы и мои братья, и их братья, а их жены мне такие же сестры, как и вы. Они тоже любят Иисуса. Так вот, Меннониты услышали, что произошло с Джоном, и знаете, что они сделали? Они приехали и позаботились о его полях. А у него было 700 акров земли. Они вспахали все его поля. Они засадили его поля. Они позаботились о его полях. А когда пришло время собирать урожай, они собрали урожай. Они позаботились о его полях. Джон сказал им, я должен с вами рассчитаться. Я отдам вам часть урожая. Ведь вы мне так помогли. И знаете, что они ответили? Нам ничего не нужно. Мы это сделали, потому что мы любим тебя. Послушайте, это и есть истинное христианство. Вот как я хочу прожить свою жизнь. Меннониты могли бы думать так, если у нас будет больше полей, у нас будет больше запасов. Мы можем вас делать больше полей. Тогда они бы полностью погрузились в свои заботы, и у них бы не было времени помочь Джону. Понимаете, о чем я? Если мы будем готовы остановиться на нашем пути, у нас будет больше времени. Но нам в Америке говорят, что все действия должны быть эффективными. Нам нужно делать то и это. Если у вас есть поле, вы должны заботиться о вашем поле. Вы должны быть успешным. Но послушайте меня, это не успех. Это просто глупость. Это происки нашего врага. Он пытается поставить нас на ложный путь, чтобы мы не смогли явить человечеству истинное христианство Иисуса Христа, которое Он явил нам. Сегодня я буду говорить вам об истинном христианстве. Сегодня мы не будем следить за временем, поэтому предлагаю всем вам снять свои наручные часы. И я закончу тогда, когда я все скажу. Господь кое-что приготовил для вас на этом месте сегодня. И сегодня Он передаст Свои слова через этого старого пня, который сейчас стоит на сцене. Вы узнаете это. Вы почувствуете это. Вот как мы должны жить. И тогда все у нас будет хорошо. Иногда мы скорее неосознанно задумываемся о том, а что такое религия вообще. Мы говорим себе. Надо заглянуть в Библию. Надо посмотреть, что об этом сказано в Писании. Возможно, мы найдем там то, что мы ищем. У меня есть еще одна история о помощи ближнему. Вообще, я могу тут стоять до самого утра и рассказывать вам истории о том, как люди помогли друг другу. Я люблю проповедовать об истинном Божьем христианстве. В нашем центре помощи находится по 70 человек. У них проблемы с наркотиками. Многие из них отсидели в тюрьме. У них в жизни много проблем. Но когда я смотрю на них, я понимаю, что это хорошие люди. Я думаю, что если бы я отсидел в тюрьме и находился бы в их положении, я бы выглядел не лучше. Наверное, кто-то из вас отсидел в тюрьме или был в подобном положении. Но мы знаем, что благодаря Божьей благодати эти люди оживают. Мы служим им. Я служу им уже много лет и буду продолжать это делать. Первым местом, куда послал меня Бог, была тюрьма. Сейчас мы продолжаем служить таким людям. Они слышат Слово Божие, и оно оказывает на них влияние. В одной из таких общин жила одна мать-одиночка. Это была очень бедная община. И как-то эта женщина решила жить с праведной жизнью. Ее сердце повернулось к Иисусу. У нее было трое детей. Увидев ее, вы бы поняли, что она не такая, как окружающие ее люди. Она изо всех сил старалась служить Богу. Как-то люди, живущие рядом с ней, собрались и сказали, «У нас так много сил, но мы ничего не делаем. Мы можем помочь этой семье». И вот они пошли и стали помогать этой женщине. Только посмотрите, как это было. Сейчас я предлагаю вам посмотреть на фото. Эти люди сказали, «Давайте поможем этой женщине». Они не просили нас о помощи. Они сами решили это сделать. Они отремонтировали стены, пол и комнаты в ее квартире. У этой женщины было мало денег, и она не могла себе позволить шикарную квартиру. Они не пришли к нам с просьбами, «Дайте нам фанеры», «Дайте нам то, это». Они купили все на свои деньги сами, чтобы помочь этой женщине. Послушайте, это и есть истинное христианство. Вот как мы с вами должны жить. Давайте скажем «Аминь» на это. Сегодня я хочу погрузиться еще глубже. Скажите, кто из вас желает погрузиться еще глубже со мной? Кто из вас хочет пойти еще дальше? Мы говорим о помощи ближним, о помощи друг другу. Говорим о том, что мы всегда должны быть готовы остановиться и прийти на помощь. Поговорим о жизни в истинной религии. Религия — это не грязное слово. Это неплохо. Так бывает только с плохой религией. Так бывает только, если религия ложная. Когда религия истинная, все с ней хорошо. Сейчас я прочту вам стих из послания Иакова. Если кто из вас думает, что он благочестив... Я знаю, многие считают себя благочестивыми. Так вот, продолжим. «И не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце». Многие люди искренне считают, что они делают праведные вещи, но они лишь обольщают свои сердца. Обычно таким людям я говорю, «Вспомните, ведь вы следуете не за своим сердцем, а за Иисусом, потому что вы можете ошибаться, думая, что вы правы. Вы можете ошибаться, думая, «Я делаю то, что я должен делать». Но, возможно, Бог возложил эту задачу на кого-то другого. Послушайте, что сказано в Библии. Вот у того пустое благочестие. Если вы не обуздываете свой язык, то ваше благочестие, ваша религия пуста. Она ничего не стоит. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то... Почему-то мы не сопоставляем оба этих стиха. Если мы говорим об Иакове и чистом благочестии, то мы думаем о сиротах и вдовах и не думаем о контексте, в котором это было сказано. Далее сказано, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Но мы забываем, что там также сказано «хранить себя неоскверненным от мира». Вот оно в чем дело. Давайте перейдем к следующему тезису. Кто хочет служить Богу напрасно и вести бессмысленную жизнь? Лично я не хочу. Я не хочу напрасно служить Богу и однажды осознать, что все, что я делал, не имеет никакого смысла, что это не несет никакого блага. Кто хочет прослыть лицемером или пустым мешком? Ведь благочестие без обузданного языка становится бременем для Царства Божьего, вместо того, чтобы быть для Царства Божьего чем-то ценным. Очень важно следить за своим языком. Запишите, а еще вы можете прочесть это в нашем приложении. Наши языки должны говорить о жизни, а не о смерти. В Библии сказано, что во власти языка говорить о жизни и смерти, а именно смерть и жизнь во власти языка. Так сказано в Библии. Язык подобен оружию. Оружие можно использовать для благих целей, а можно для плохих целей. В нашей стране можно видеть и то, и другое. С помощью оружия можно защищать, а еще с помощью него можно уничтожить. Язык работает очень похоже. Если пуля вылетит из ствола, это действие уже не обратится. Вы можете постараться устранить ущерб, нанесенный пулей, но того, что она сделала, уже не устраниться. Наш род работает так же. Если с вашего языка уже сорвалось слово, обратно его уже не вернуть. Изучение нашего Господа Иисуса мы знаем, что за каждое сказанное нами слово нам придется держать ответ. За все, что мы когда-то сказали, это причинило какой-то ущерб или что-то разрушило. Однажды мы предстанем перед всемогущим Богом, и Он осудит засказанные нами слова. Понимаем ли мы это? И относимся ли мы к этому серьезно? Как сильно связаны наш язык и истинная религия? Часто это выглядит не как любовь. Любовь говорит нам, вы можете отдать бедным все, что у вас есть. Ваша вера может быть настолько большой, что вы сдвинете горы. У вас будут все знания мира. У вас будут все пророчества и все остальное. Но если вы что-то делаете не из чистой любви, идущей прямо от вашего сердца, то вы делаете это напрасно. Послушайте, мы можем делать все, что угодно. Мы можем помогать сиротам и вдовам. Мы можем служить нищим. Мы можем оставаться святыми и не думать о том, что происходит вокруг. Но если мы не обуздываем свой язык, все это будет напрасно. Всякая религия станет абсолютно бесполезной. Все религиозное будет бесполезным. Не знаю, как вам, а мне точно нужно что-то сделать со своим языком. Это очень важно. Наши языки должны сближать людей, а не разделять их. Послушайте меня. Я просто изумляюсь тому, как наш язык может разделять людей. Если слова не сближают людей, то не надо их вообще говорить. Наш язык должен сближать людей, а не разделять их. Меня всегда изумляло, как мы выражаем наши чувства. Часто мы с пренебрежением говорим. Как же я не люблю прелюбодеяний. Как же я не люблю гомосексуалистов. Мы говорим об этом с пренебрежением голоса. Мы хотим показать, что это нам не нравится. Мы думаем, что это сделает нас такими крутыми. Но мы должны не забывать о том, чего не переносит Бог. Ведь одним из семи смертных грехов, которые так ненавидят Бог, будет и ситуация, когда кто-то своим языком посеет раздор между людьми. Бог сказал, «Я этого просто не выношу». Я думаю, он может сказать даже, «Я это ненавижу». Кто из вас когда-нибудь хотел сказать, «Пастор, помогите мне обуздать свой язык». Наш язык очень важен. Кто из вас хочет быть истинным христианином? Кто пришел сюда, чтобы исповедовать настоящую религию? Я имею в виду истинную религию. «Послушайте меня для того, чтобы это сделать. Следите за своим языком. Хорошо? Сделайте сейчас так же, как я». Вы скажете, «Нет». Я сегодня не почистил свой язык. Не хочу позориться. Ладно, не надо так делать. Наш язык должен нести истину в любви, а не злой дух. Знаете, иногда люди говорят мне, «Я говорю вам истину». Что ж, может быть, так оно и есть. Но вы делаете это, имея в себе гнев. Вы делаете это не с нежностью и не с любовью. Послушайте, я сам когда-то был таким. Мы должны быть благодарны людям, которые заставили нас так вести себя. А еще мы должны оставаться праведниками. В Библии сказано, «Если слышишь, что кто-то наговаривает на тебя, прости его, иначе ты сделаешь то же самое». Мы это понимаем, но мы должны не забывать следить за языком. Без этого мы можем просто запереть дверь церкви и разойтись по домам, потому что Богу это не нужно, потому что тогда все напрасно. Тогда мы все будем делать напрасно. У нас не должно быть злого духа. В Библии сказано, «Если вам нужно сказать что-то кому-то, кто старше вас, говорите с ним, как с отцом, или как с матерью». Не стоит говорить с ними злыми словами. Но люди говорят мне, «Но я же говорил с истиной и любовью». Когда вы говорите без любви, вы начинаете разделять людей. Когда вы клевещите на других людей, от них уходит любовь, потому что это неправильно. Наш язык должен не клеветать и распускать слухи, а покрывать. Наш язык должен покрывать других людей. Он не должен выявлять чьи-то недостатки. Наш язык должен покрывать других людей. Не нужно клеветать на других. Просто удивительно, как быстро мы начинаем болтать всякие нехорошие вещи. Если кто-то из наших братьев-христиан оступается. Мы должны покрывать их. Мы должны их защищать. В Библии сказано, что любовь покрывает множество грехов. Наверняка многие из вас хотят, чтобы другие не знали об их грехах. Ведь так? Запомните, мы не должны так же рассказывать каждому встречному и о грехах других. Вспомните, когда Хам, сын Ноя, увидел своего отца пьяным и голым. Он всем об этом рассказал. Но Господь спас Ноя и его семью. Ной был хорошим человеком, но как-то он совершил ошибку. Он оступился, сплоховал. Он лежал голым в своем шатре. А Хам увидел все это и закричал, «Смотрите, что тут творится!» Побежал к братьям и воскликнул, «Отец там голый, пьяный!» Послушайте, Ной напился, и голым валяется там. Но братья сказали, «Не говори так!» И спиной зашли в шатер и покрыли его наготу. Затем сказали Хаму, «Ты сделал очень нехорошую вещь!» А Сам Ной сказал Хаму, «Ты будешь проклят до конца своих дней, потому что ты рассказал о грехе своего отца вместо того, чтобы скрыть его». Послушайте меня. Бог просит нас покрывать грехи других. Очень часто мы говорим, «Боже, почему я не узнал об этом вчера?» «Боже, у тебя столько терпения!» В книге Исаии можно прочесть очень хорошие слова. Надеюсь, вы их прочтете. В этой книге очень много хороших слов. Если бы у нас были Божьи истинные знания, мы были бы настоящими богачами. Если бы только мы прочли книгу Исаии, мы любим щеголять умными фразами, не зная, что они значат. Наверное, вы часто слышали, как другие говорят, «Да будет так, как хочет Бог». Сколько раз вы слышали «Его мысли» и «Ваши мысли», «Его мысли выше ваших мыслей», да? Но вы задумывались когда-нибудь о том, что значат эти слова? Знаете, что значат они? Бог сказал, «Если кто-то нечестив, если кто-то сделал что-то нехорошее, но затем отвернулся от зла и повернулся ко мне, то я покрою их грехи, и я прощу их». Знаете, что еще сказал по этому поводу Бог? Знаете, Он сказал вот что, «Вам этого просто не понять». Послушайте меня. В благости больше смысла, чем в осуждении. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!